Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. Начало азиатской сессии получилось весьма насыщенным благодаря макроэкономическим событиям из Китая, Австралии и Японии. Особое внимание трейдеры уделили китайским показателям, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Так стало известно, что деловая активность в Поднебесной выросла более быстрыми темпами в октябре, чем ожидали экономисты. Согласно официальным данным, деловая активность в производственном секторе в прошлом месяце выросла до 51,2 пункта, после роста в сентябре – до 50,4 пункта. Аналитики прогнозировали неизменность уровня, в результате чего результат порадовал участников рынка. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе также вырос до 54,5 пункта, после роста в сентябре – до 53,7 пункта. Что касается валюты Поднебесной, китайский юань продолжает быть слабым против доллара США. Но стоит отметить, что макроэкономические показатели Китая помогли австралийскому доллару взлететь в паре с господствующей мировой валютой. С началом нового месяца новая жизнь, как подтверждает австралийский доллар. Пара австралийский доллар против американского торгуется на отметке 0,7667. Валютные стратегии предполагают, что к окончанию торгового дня пара может изменить направление движения, однако до этого австралийский доллар будет продолжать демонстрировать свою силу. Сегодня Резервный банк Австралии принял решение относительно процентной ставки. Регулятор оставил в ноябре курс денежно-кредитной политики без изменений на уровне в 1,5%, что и прогнозировалось аналитиками. Участники рынка сейчас почти не интересуются судьбой монетарной политики центробанков, за исключением ФРС. Это и придает популярность господствующей мировой валюте. Правда, сегодня индекс американского доллара стремительно снижается на фоне предстоящих президентских выборов в США. Вы смотрели новости на канале Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли! До свидания!